Здравствуйте, меня зовут Юлия Тадеуш и на канале Про Цветок мы сегодня поговорим про подготовку к сезону. У нас весна, впереди у нас работы с розами и что нам вообще в принципе понадобится в текущем сезоне для того, чтобы наши розы были здоровые, цвели красиво и радовали нас круглый сезон. Но, конечно, прежде всего из основных материалов то, что нам понадобится удобрение, нам понадобятся препараты от болезней, препараты от вредителей, стимуляторы роста, укоренители, кто покупает новые саженцы и сажает. Из тех удобрений, которые мы можем закупать уже сейчас и то, что покупаю я сама, это азотное удобрение, которое нам понадобится ранней весной. Я покупаю для себя, выбираю мочевину, в среднем рассчитываю, что это будет около 30 грамм на небольшой куст и около 60 грамм на кусты уже большие, как бы как плетистые розы. И я начинаю вот закупать заранее уже, поскольку у меня роз очень много, я покупаю эти все препараты заранее. Кроме того, из тех препаратов, которые я использую у себя, мне очень нравятся бонафорты для роз. В состав бонафорта входит янтарная кислота и витамин, и витамины, что делает его не просто удобрением для роз, потому что мы привыкли, что они обычно плохо пахнут. Но это еще такое для нас, как бы розоводов, приятный, приятный бонус, потому что у него очень вкусный аромат. И это как бы спешная такая вещь, но очень важная. Нам понадобится еще органика, потому что я свои розы всегда кормлю органическими удобрениями в течение сезона. Но органику мы будем покупать попозже, когда уже начнут, в принципе, развозить, я не знаю, кто где берет. Я беру куриный помед, закупаю, развозят сельхоз, как это называется, фермеры привозят куриный помед. Я его покупаю. Кто-то может покупать конский навоз, кто-то покупает коровье. Это то, что касается удобрений. Если говорить о комплексных минеральных удобрениях, которые могут понадобиться в течение сезона, то на самом деле я особо ими не пользуюсь. Единственное, что покупаю для вновь посаженных, тех роз, которые я буду сажать в течение сезона, какие-то комплексные удобрения, которые я просто закладываю при посадке в посадочную яму. В конце сезона нам понадобятся еще калийные и фосфорные удобрения из минеральных, но это будет уже попозже. Мы успеем их еще купить летом. Из того, что еще нам понадобится, это укоренители, потому что сейчас мы будем покупать саженцы, которые мы будем высаживать. Из укоренителей мне, например, очень нравится корневин. Мне нравится Радифарм. Это из более современных препаратов, которые очень хорошо помогают саженцам приживаться. И я еще использую при посадке гуматы различные. Дальше, что нам еще понадобится с розами? Нам понадобятся стимуляторы различные. Для чего вообще нужны, в принципе, стимуляторы? Понятно, что для того, чтобы, например, наш саженец лучше прижился. Потом, для того, чтобы наши розы меньше болели, потому что просто их обрабатывать от болезней неправильно. Надо одновременно делать их более сильными, делать листовую пластинку у роз более жесткой. И что на это работает? Ну, в принципе, различные стимуляторы. Я очень люблю янтарную кислоту. Янтарная кислота помогает прижиться и розам после посадки. И помогает во время сезона обработка по листу. Мне нравится HB101 из таких стимуляторов хороших, которыми я тоже обрабатываю розы в течение всего сезона. И обрабатываю вновь посаженные саженцы. Если говорить о болезнях, то мы, конечно, в течение сезона сталкиваемся с самыми разными болезнями. И препараты должны иметь, иметь розовод должен в наличии самые разные. Потому что препараты от мучнистой росы, допустим, и от ложной мучнистой росы будут совершенно разные. Я из препаратов предпочитаю фалькон, трехкомпонентный препарат. И мне очень нравится. И помогает от большой группы болезней, от большой группы грибов. И от черной пятнистости, но работает скорее как профилактически. От ржавчины, от черной пятнистости, от мучнистой росы очень хорошо работает. Я покупаю для себя Привикур, Тапсин М, Фундазол и Строби. Что касается медных препаратов, стараемся сейчас в современных садах использовать как можно меньше. Только если более современные какие-то типа Хома, Аксихома, их еще можно использовать. В медных препаратах, конечно, есть свои плюсы. Ими можно работать даже при низких температурах. То есть в начале сезона мы начнем открывать розы, и нам надо будет их обработать. И, конечно, без препаратов, содержащих медь, мы здесь не обойдемся. Потому что только они будут работать при низких температурах. Ну и вот выбирая среди по старинке медного купороса или каких-то современных препаратов, я бы выбрала современные. Хом, Аксихом. И обрабатывала бы розы весной ими. Что я и делаю. Что касается вредителей. Здесь можно выбирать самые разные препараты. Можно выбирать контактного действия и системного действия. Мне больше нравятся препараты системного действия, которые проникают в листовую пластину и защищают растения достаточно долго. То же самое, кстати, касается и вредителей. Здесь тоже есть предпочтение. Отдаю всегда предпочтение системным препаратам, которые работают. Поскольку я человек вообще работающий, постоянно занятый и ухаживаю за своим садом только в выходные дни. Поэтому времени у меня мало. Ловить вредителя на месте я не могу. Контактные препараты использовать достаточно мне сложно. От болезней тоже достаточно тяжело, потому что погода бывает разная. Ты обработал, сразу пошел дождь. Но с мылой никакого воздействия на грибы мы не получаем. И из вредителей здесь каких-то таких сложностей с препаратами, с выбором препаратов нет. Единственное, что надо разделить от клеща, когда мы обрабатываем, и от всех остальных вредителей. От тли, гусениц и всего остального. То есть надо понимать, что октора, которые я часто пользуюсь в течение сезона, просто от тли или гусениц каких-то. И командор вообще и контактного действия, и системного действия. Октора тоже самое работает как системный препарат. И надо понимать, что на клещ они не будут работать. От клеща нам нужны препараты-акароциды. И я, например, предпочитаю Абирон. Абирон Рапид сейчас есть современные препараты. Это препараты, которые действуют на все стадии клеща развития. Потому что клещ такой вредитель, очень вредный. Откладывает яйца и в листовую пластину. И препараты, которые действуют просто контактно, на него уже тогда не действуют. И опять заново надо обрабатывать. Поэтому, опять же, вот такие препараты широкого спектра действия я предпочитаю намного больше. Вот. И, в принципе, Абирон, вот он мне нравится, что он и от трипса, и от клеща очень хорошо работает. Что еще нам может пригодиться в сезоне из препаратов? Все препараты, которыми мы пользуемся во время сезона, желательно всегда добавлять либо зеленое мыло. Я иногда добавляю, когда у меня нет зеленого мыла, просто ферри. Капельку буквально добавляю. И есть специальные препараты. Для чего вообще все это вот добавляется? Для того, чтобы это такие, так называемые смачиватели, которые дают нашим препаратам, которые мы там обрабатываем розы, лучше прилипать к листу и не смываться так быстро водой. И есть специальные смачиватели. И вот эти препараты тоже, в принципе, можно поискать в зависимости от того, что вы найдете. Там зеленое мыло, ферри или специальные препараты, уже предназначенные для садового использования. Вот вкратце все про аптечку розовода. Это то, что вам понадобится в будущем сезоне. Желаем вам процветания. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok